я зашла в сельфо продукты провокаторы акция на турецкий йогурт мой любимый такой вкусный здесь получается 76 гривен ну конечно возьму но не 6 баночек нет меньше внутри точно беру 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 чем проще да тем надежнее 11 20 уже не нужно сегодня пораньше поесть что есть о точно завалялась холодильничка два грибочка осталось от пиццы хорошо думаю отлично шпинат тоже в пакетике если не использую сейчас выкнется ну завтра точно выкнется так быстренько используешь таня грибочки шпинат 2 яйца взбиваю вилкой и будет у меня замечательный омлетик грибочки подрумянились теперь заливаю грибы яйцами со шпинатом соль и перец уже здесь красота прикрываю крышечкой пару минут еда готова до простая да это насыщение это точно это так близко это так приятно сыр даже не хотела тереть то есть пачка терку порезала кусочками вот конкретно белковая еда яйцо это белок белок это хорошо это насыщение это полезно для нашего организма яйцо эмбрион зародыш тело до что еще здесь белок это сыр это белок до грибы от грибы это не белок это целлюлоза конкретно нерастворимая клетчатка это клетчатка грибы грибочки как зашли так и выйдут шпинат это клетчатка это хорошо это неплохо чего не хватает углевода можно добавить добавила вот у меня хлебцы ржаные житни вот пожалуйста я всегда их покупая не такие плотненькие толстенькие хрустящие они вкусные хлебцы это углевод небольшое количество 2 хлебца это кажется 10 грамм углевода будет и у меня еще сверху это икра люди это икра минтая простая еда простая еда не буржуазная икра у меня нет простая еда икра минтая покупала даже по акции в тб ну что все очень просто но очень вкусно как же мне все таки нравится процесс и похудения и удержания веса кто со мной всем приятного аппетита не было дома прибежала и который себе еду это будет быстро что хочу хочу чечевичный паштет чечевица была замоченная даже промытая в нескольких водах варится чечевица здесь у меня сковородка разогрелась я добавила смолец это у меня не растительное масло у меня вот свиной жир у кого-то курдючный жир классно хорошее насыщение и польза не выделяются канцерогены да и здесь у меня лук лук я нарисовала произвольно все равно буду пробивать все на блендере ну вот занимаюсь таким делом чечевичный паштет ссылочку как всегда оставлю комментарий кто хочет приготовить чечевичный паштет смотрите видео паштет готов он очень очень вкусный он мажется как мягкое мягкое масло за счет хорошего жира а какие же здесь специи специи дают вкус не просто лучок перчик соль нет специи должны быть разнообразные вот у меня и домашний базилик и магазины зеленый и синий домашний у меня еще здесь сушеный чесночок с базиликом из помидорчиком у меня отдельно сушеный чесночок у меня регано здесь у меня два вида нет три вида перца 3 красный крупный не очень такой горький потом красный турецкий тоже перчик мелкий он более остренький такой и черный перчик ну соль обязательно на 3 вот это паштет у меня да а вот это силос капусточка последняя докрошила ее чтобы не пропала морковка на терочку по-корейски зеленый лучок холодильнички туда-сюда ходил еще обычный лучок беленький сейчас все я перемешаю и не буду все смазывать уксусом и растительным маслом не буду часть поэтому много получилось очень ну вот такая еда для меня самое главное вот это сила салат такое насыщение хороший крепкая хорошая клетчатка и капусточка и морковка супер клетчатка супер насыщение ну пожалуйста растительный белок чечевица да тоже потребляем обязательно и вот такое время я буду есть утром три чашки кофе с молочком и грамм максимум 20 25 но 30 грамм сыра все сколько без еды с 8 часов посчитаем 5 часов да даже больше уже вот и сейчас буду есть отлично просто нету инсулина нет углевода с утра значит нету чего нет аппетита значит нету жира запасающего гормона животный белок обязательно вот пожалуйста яйца яйца в смяточку комбинация растительный белок и животный белок это хорошая комбинация хорошая хорошая смотрите какой нежный паштет у меня смотрите вот ложечку беру да как мягкое мягкое масло смотрите пожалуйста самое главное специи соль перец этого мало вкус не дадут соли перец и лучок нет специи побольше вкусных специй у меня хлебцы сегодня вот жены и не хлеб у меня я не хочу паштет мне невкусно паштет допустим с хлебом жены вот мне вкусно нежные такие хлебцы тонкие ржаные жить не значит паштетик так хорошо значит растительный белок животный белок и побольше клетчатки его пожалуйста такая красивая яркая салатничка зеленые лепестки капусты да листочки капустные и синяя капусточка внутри классно правда люди силос простой салат вы только посмотрите вот это мое насыщение да не наемся еще как наемся но какой правильной едой а еда стройнеющих растительный белок животный белок яйца эталон диетки да золотой эталон диетки яйца да ну и вот клетчатка побольше клетчатки закон стройнеющего человека это клетчатка побольше грубая клетчатка должна быть это насыщение не забывайте это наш кишечник с вами ну вот пожалуйста вот это моя правильная тарелочка вот я не понимаю тарелка на три части до мяса медленный углевод горсть салатика это не моя тарелка нет вот моя тарелка тазик салата большая салатница до углевод само собой на досточки да но какой углевод правильно и немного и вот еда пожалуйста классно вкусно сытно кто со мной всем приятного аппетита 7 часов вечера 19.00 на улице темно уже ночь чем то не занимается ночью сейчас посмотрим выпекала яблоки вот совсем недавно яблочки пахнут пахнет корица я сама себе горячая духовка давай быстро занимайся тестом и поставишь хлебцы ты на днях хотела делать хлебцы точно точно горячая духовочка отлично 6 секунд для меня это очень быстро яблоки достала и поставил выпекаться хлебцы но сейчас клетцам подойду я хочу показать вот издалека до огонь батарея поле что мы видим жидкость мы видим жидкость кувшина меня стоит кстати это сталая водичка это не просто водичка с крана с бутылки это талая вода бутылка это конкретно водичка с газом водичка с газом помните нам советовал академик леонтонович бакерия пить воду с газом вот за счет газа да за счет вернее кислорода которого много в этой воде с газом погибают бактерии аэробные и анаэробные хотя бы часть половина этих бактерий которые находятся у нас погибнет от быстро растворимого кислорода там если меня кто-то хочет поправить исправить вы забивайте сразу ли антонович бакерия о газированной водичке и все вам станет ясно на водку делаю люди на водку на информацию да и у меня термос ох и термос огонь кипяток вот наливаю со вчерашнего вечера до кипяток шиповник кипяток когда-то очень давно лет пятнадцатому назад мне привозили вот этот термос из германии но сейчас подойдем хлебцам люди какие же невкусные я уже съела хлебец но я же должна попробовать вот кажется рецепт 1 а вот сегодня настолько они у меня вкусные я еще добавила пол столовой ложки солода у кого и солод добавлять этот цвет это фермент это хорошо какие они вкусные какие они полезные это здоровая еда не только для настройнеющих вы готовите ребенку в школу люди школу это здоровье тут добавляется еще три столовые ложки масла конечно оливковое добавляю ну то есть это очень здорово это полезно а хлебцы вот это хлебцы я понимаю готовьте я ставлю ссылочку как всегда в комментариях я там подробно показываю рассказываю как я готовлю эти хлебцы все показано плюс минус добавляйте что-то от себя кто-то больше кунжута кто-то семечек кто-то семени льна все от себя мои хорошие готовьте это здорово я при деле чем занимаюсь выпекая блины блины нет нет не овсяно блины отрубные блины у меня блины конкретно из отрубей у меня овсяные отруби и пшеничные отруби что многие написали вы выпекаете овсяно блин да сейчас же отрубной блин сложно сказать отрубной блин у меня смотрите сейчас я хочу показать как легко переворачиваться блинчик видите схватился нормальненько о отлично просто я приподниму лопаточками так удобнее когда ну я же камеру держу в одной руке и вот смотрите бац красавчик правда просто красавчик сильно не зажариваем потому что все будет выпекаться в духовочке еще тесто блины кофе отруби ссылочку как всегда оставлю комментариях очма отрубная очма супер я добавляю еще в тесто десертную ложку цельнозерновой пшеничной муки как лейковина добавляю на всю очму десертная ложка борошно цельнозерновая пшеничная по времени на меня не равняемся у меня так часто бывает я сегодня даже кусочка сыра не отрезала я сегодня не съела ни одной маслинки я пила три раза кофе с молочком три чашки я не хотела есть в общее такое бывает это нормально если не хочется есть запихивать себя не нужно а вот моя правильная тарелочка я тарелку неделю на три части нет у меня должна быть большая салатница салата 300 400 грамм не горь салатика я на диетке а большая порция салата вот это мое насыщение и салат довольно плотные меня сегодня здесь у меня капуста я вчера нашинковала и синяя капуста на последний уже морковка на корейскую терочку вчера шинковалась а сегодня добавила только салатик микс свеженький огурчик кинзу обязательно отдельно покупаю еще здесь дижонская горчица здесь яблочный уксус здесь оливковое масло кофейная ложка здесь специи здесь перцы получается очень вкусно даже травка сумма здесь есть очень вкусно салат добавляйте специи украшайте под себя самое главное большая порция клетчатки это насыщение это закон худеющего больше клетчатки так что у меня еще у меня еще ачма это тоже клетчатка отруби сколько здесь значит моя форма 19 сантиметром диаметра 18 19 кажется вот так есть небольшая форма нет значит у меня на тарелке 100 грамм творога в этой очме 100 грамм творога значит так как я поделила очму пополам 100 грамм творога здесь одно яйцо у меня три столовые ложки отрубей вот такой состав ачмы вот пожалуйста это я сказала состав половинки вторая половинка у меня в холодильнике норма это одно яйцо и 100 грамм творога норма три столовые ложки отрубей для меня это норма это немного для меня я нормально воспринимаю клетчатку очень даже нормально очень что хочу заметить на меня хорошо работают отруби если есть еще в этот день салат супер супер моторика кишечника будет если есть еще помимо отрубей салат не фрукты какие-то яблочко съела нет конкретно если еще миска салата все вот эта комбинация отруби и салат у меня отлично работает отлично кто-то может добавить отруби прямо себе в салатик запросто кто-то может делать салат с творогом сверху творог положите кусочки тоже будет очень вкусно мои хорошие все под себя кто со мной всем вкусного сытного здорового похудения мои хорошие вот я хочу вам показать размер своей формы я говорю моя форма которой я выпекаю очму 19 сантиметров 19 сантиметров так приблизительно сколько это вот стоит две чайные пары 1 на пол литра мальва красавица тут очень большое блюдечко очень и чашка на пол литра и классика чайная пара это классика и вот размер формы это блюдечко это классика чайная пара ну немножечко больше да вот немного больше смотрите да немножечко больше да так что форма у меня небольшая блюдечко вот размер блюдечко чайная пара так что то не есть а чмо немного а то подумает ничего себе половину очмы понятное дело наелась да вот пожалуйста чайная блюдечко половина чайная пара это большое блюдечко очень очень показала сравнили заварила кофе пеночка уходит ловим ловим момент хочу вам показать значит кофе заварен только турки меня днем только турка это праздник для меня кофемашина это будни это утро это утро значит шоколад само собой у меня шоколад с орехами это не нутелла люди нет это сама готовила давно шоколад какао сливочное масло хорошее два пакетика ванильного сахара на всю баночку эта баночка 200 грамм улочка немножко вода у меня здесь и вот холодильничка стоит думаю не покупай шоколадки таня иди от этого дела у тебя есть шоколад этом готовила себя варила вон возьмешь точно взяла вот шоколад свой с орешками и чернослив вяленый из морозильной камеры помните мне советовали продавцы девочки держать сухофрукты в морозильной камере классно вот достала кивиточком ошпарила вяленый чернослив ложка кофейная полная полная при полная ну почти чайная шоколада все райское наслаждение худеем вкусно да я хочу сегодня приготовить майонез мне нужен майонез для очень вкусной еды у меня кстати есть домашние яйца если нету домашних яиц можно использовать купить перепелиные яйца размер одного яйца эквивалентно допустим трем перепелиным яйцам что мне нужно ну как обычно у кого-то лимонный сок у меня яблочный уксус даже не покупаю лимоны горчица само собой да в баночке стоит горчица растительное масло у меня только всегда оливковое мне очень вкусно очень вкусно но соль перец само собой да для вкуса и я использую всегда пол-литровую баночку вот именно пол-литровую банку хорошо заходит беда вот показываю очень такой красивый цвет за счет оливкового масла консистенция меня тоже очень устраивает но это же все-таки не белки до пика в майонез взбивать не нужно нет наливать очень много масла не нужно это не белки для шарлотки для кекса нет вот пожалуйста так нормально да хорошо кстати очень вкусно получается майонез с оливковым маслом очень вкусно мне очень нравится рафинированное масло которое без запаха это машинное масло но не имеет ни витамина а не витамина е но это не то что не полезно это очень вредно рафинированное масло оливковое это это хорошо очень вкусно получается советую готовьте домашний майонез на оливковом маслице мои раритетные судочки их у меня шесть штук два больших сутка два средних и два маленьких вот этим судочкам 42 года уже они в идеальном состоянии они они лучшие им цены нету они такие удобные для холодильника очень удобный размер высота очень удобной судочки это раритет у меня рыбки нарисованы я сегодня готовила майонез вот баночки остался конечно еще значит для чего что я делала какое блюдо сейчас посмотрим это разверну открою крышку так будет красивше вот открывая крышечку что я готовила смотрим хорошее похудение да мне нравится да удержание веса похудение вы только посмотрите селёдочка под шубой у меня в морозильной камере всегда есть матиос две-три селёдочки это рыбёшки да всегда в морозилочке есть думаю таня значит матиос у тебя есть норвежская селёдочка есть так хорошо валяется в холодильнике посмотри в пакете две картошки так мне нужна одна картошка буряк тоже валяется четыре дня тому назад я думаю так я отварю сейчас овощи и завтра я сделаю селёдочку под шубой отварила мундир очки понятное дело положила в холодильнике когда остыли овощи положила в холодильник и вот прошло три дня не сутки я только сегодня сделала селёдку под шубой когда вы положите картошку в холодильник отварную картошку то простой крахмал превращается 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 хороший полезный резистентный крахмал то есть клетчатку конкретно клетчатку это еда только для нашей микробиоты все крахмал стал резистентный полезный это только клетчатка но это не значит что картошки можно наварить мундирки потом положить в холодильник через сутки поджарить на сковородке да нет это так если вам нужно приготовить какую-то еду какое-то блюдо вы можете использовать там пару картошечек допустим картошка две картошки делаем из не хорошего крахмала хороший крахмал до резистентный так что еще хотела заметить вот в этой шубке да сель под шубой майонез я майонез один использую всегда у меня еще дополнение в пакет я положила столовую ложку майонеза мне еще стала столовая ложка вот столовая ложка майонеза и столовая ложка йогурта у меня или сметанка может быть дырочку делаю зубочисткой и тонкой струйкой не ложкой бац-бац-бац не тонкой струйкой наношу майонез с йогуртом со сметанкой вот так всегда делаю аккуратненько немного у меня майонеза на всю шубу это большой судочек у меня ушла столовая ложка всего лишь майонеза на всю но здесь не будет на четыре раза это на четыре раза сто процентов то есть это нормально нормально и потом не каждый не каждую неделю не каждый месяц готовится шуба правда нет лучок я мариную всегда режу полукольцами потом еще на половиночке мне так нравится меленько тоненько тоненько я так нарезаю лучок обязательно должна замариновать ну как обычно немножко уксуса яблочного лимонный сок можно сахарку добавить водичка сливается потом водичка горечь уходится лука получается неплохо ну вот пожалуйста такая полезная шуба да люди еще какая полезно да ну что советую готовить для только напоминаю я оставлю ссылочку в комментариях как я готовлю эту шубу но предыдущий раз готовила этот раз они снимала смотрите здесь есть интересный нюанс до чтобы получится у вас пористая воздушная не трамбовать ложкой ничего все вилочкой раскладывается все вилочкой шубка должна быть пористая как пористый шоколад посмотрите видео интересные моменты нюансы есть посмотрите для общего развития посмотрите готовьте худеть нужно вкусно я сегодня поздно ела то есть плотную еду я не очень хочу плане шубу не хочется мне вот шуба у меня будет на завтра так будет настаиваться она будет еще вкуснее а сегодня у меня будут яблочки запекала маленькие яблочки маски такие вот с корицей темненько это корица смотрите значит у меня сегодня запеченные яблока яблоки это пиктин где больше всего пиктин а в запеченном яблочке это конечно кожура растворимая клетчатка люди это полезно очень это здорово это классно моторика кишечника на утро обеспечена яблочки чем у меня будут яблоки ухты а у меня яблочки будут с отрубями пшеничными пшеничные отруби это вообще метла не беру сегодня овсяное я с пачки вот так и насыпаю смотри смотрите упаковки с этой да вот так на глаз нормально нормально да нормальный ход да с бутылочки я наливаю ряженку класс сейчас отруби разойдутся и еда у меня готова быстро вкусно будет все и очень полезно очень здорово правда запеченные яблоки пектин растворимая клетчатка для вкуса корица кисломолочный продукт хорошая клетчатка нерастворимая это отруби пшеничные это метла супер для странеющих супер вот сейчас у нас отруби будут расходиться я вам просто показала мои хорошие не забывайте запекайте яблоки они больше насыщающим свежие яблочко это проверено ну и пожалуйста кисломолочный продукт можно добавить чашку еще творог будет неплохо неплохо сытнее будет готовьте все под себя кто со мной всем вкусного сытного похудения мои хорошие я выполнила уже все упражнения я нашла место ветер и меня плохо слышно я хочу напомнить о вчерашней теме закаливание до холодная вода холод вот и сейчас на свои пробежечки да я куртки у меня курточка очень легкая она без флиса и без синтопона это плащовка это только плащовка здесь у меня легкая без флиса кенгурушка капюшон я натянула почему здесь повязка не шапка ветер сегодня ветер ветер сейчас я подойду к этому я натянула сейчас капюшончик то есть я прикрыла себе вот этот чай вот эту часть головы да значит у меня само собой на коленечек вот на коленек у меня есть артроз есть конечно есть артроз это не возрастное заболевание у ребят 17 летних футболистов артрозы у меня нарушение латеральной связки и латерального мениска еще это движение от нагрузки нас не страшно это все не страшно так чему я веду что хотела рассказать до закаливание да вот я и закаливаюсь вот у меня песен капона без флиса куртка здесь натянут капюшон у меня сколько себя помню сознательно у меня как бы болит ухо всегда часто очень уха вот часть как бы гайморит что-то вот лоб как-то мне больно дотронуться колбу болит выше ухо я прогреваю что-то закладываю покупаю капли для уха конкретно я ходила постоянно как-то попадала к одному доктору возрастному доктору у нас поликлинике просто бежала к нему без никакого направления без без ничего все можно обо всем можно договориться я залетаю все ну как бы в очередь там два человека сидит у него всегда мало людей было я захожу к нему и так и так рассказываю он мне говорит это ваши ушные палочки и это ваши наушники я говорю я в каком возрасте наушники я ненавижу наушники а ушными палочками я умею пользоваться он мне назначал ультрафарез ну как бы прогревали ухо и мне становилось легче да я постоянно к нему прибегала очень часто здравствуйте давно и вас не было что-то у меня ухо тревожит все и вот во время модной болезни у меня как бы болит ухо болит лоб как гайморит вроде бы и больно дотронуться в брови даже вот как только меня бьет я залетаю в поликлинику и нас не догонишь с регистратурой мне тети кричат куда я побежал и наскільки вас талончик до свидания я лечу по коридору ни одного человека дверь открыта у лора медсестра доктор сидит я к нему захожу доктор так и так так и так он говорит хорошо присаживайтесь я ему рассказываю ситуацию он мне говорит и рассказываю что ваш коллега меня направлял постоянно на вот эту процедуру прогревать ухо он говорит у вас не ухо чем вы могли застудить нервы понятно а я недоумение сижу думаю я застудила как это а потом я припоминаю таня а может быть это лед ты постоянно протираешь лицо льдом травки разные мята календула лое кубик льда и вот так держит щечки лобик хорошо горизонтальные морщины надо хорошо подержать лед здесь да я знаю чем мне теперь себя лечить к доктору я уже не иду если где-то что-то меня продуло то это не ухо мне все равно даже если где-то что-то мне больно дотронуться к брови это нерв я застудила нерв хорошо что в легкой форме когда мне делали в 19 лет аппендицит в палате была женщина которая как она сказала без кустки значит на балкон повесить белье у нее перекосила рот до уха потянула рот вот потянула до уха на балконе повесила без косынки белье вешала понятно да все поэтому вот вами закаливаться как нужно нужно или не нужно это делать зачем это делать сто лет не проживете если будете там или сто двадцать лет не проживете прыгая в прорубь или ведро воды на голову нет 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 наоборот наоборот стресс зажим и все и привет семье может быть так вот я чум вот людочка мне лично не на камеру мне лично говорит аня очень хорошо эффектно очень эффективно протирать лицо льдом передачка я ж там давно преподавала уже люда не сколько лет я до протиралась я застудила себе нерв поэтому люда может это делать я нет я нет для меня закаливаться это совсем другое это не укутываться без флиса куртка без синтепона легкая плащовка без колгот я вот здесь вот смотрите я без колгот вообще брючки спортивные у меня и все этого недостаточно и нас не догонят да упражнение все выполнила в конце парка да сейчас я иду к турничкам там выполняю упражнения обязательно приседания смотрите у тебя присаживаясь до упора камера могут не показывает а когда у меня был такой конкретный артроз я в постели не могла повернуть ногу направо и налево из прыжка с приседания подпрыгиваем артроз держится приблизительно полгода за месяц не уйдет нет полгода работайте со своим коленком это и упражнение ну и конечно сначала воспаление снимается препаратами у меня есть там препараты которые мне предложил доктор мне помогло все мои хорошие рассказала напомнила мы себе сами доктора и премьер-министры люблю целую